Александр Евгеньевич, прокомментируйте результат сегодняшнего матча, пожалуйста. Комментарий? Ну, такой комментарий, да, никак у нас в чемпионате не получается, да, ни весна не задалась, да, и сейчас никак, да, единственное, отдушина кубок, да, наверное, очень много думаем про кубок, наверное, наверное, какие-то свои недочеты в плане реализации, ну, это, конечно, некий такой бич, да, не можем реализовать, может быть, не россыпь моментов, но один-два имеем, вот, ну, и, конечно, некие действия там потусторонние потусторонние силы не будем говорить, будем работать над исправлением своих ошибок, говорим о том, что прежде всего требования и спрос с нас, вот, а пока нам в чемпионате, к сожалению, похвастаться нечем, да, но спорт это такая штука, да, что тебя бьют, мы крепчаем, и считаю, что считаю, что надо было нам разбираться 11 на 11, вот, но будем все-таки на себя смотреть, да, реализация к сожалению, из игры в игру оставляет желать лучшего, да, и моменты неплохие есть, именно такие неплохие, да, что надо там условно попасть, ударить попасть, ударить, да, но, как говорится, в футболе самое сложное забить самое сложное, да, поэтому и ценятся нападающие но я верю в наших ребят мы, вот, и Сергей Юрьевич, мы с тренерским штабом разговариваем, да, мы верим в наших ребят да, и у них есть качества, которые могут привести к реализации, да, и у Жарова, и у Андреева, но это только нападающие есть есть спрос в завершении атаки и к полузащитникам, ну, так скажем центральная ось, да, которые тоже должны и бить почаще, и угрожать почаще и быть на мяче почаще и зарабатывать, возможно какие-то стандарты, да поэтому это командные вещи это командные командная работа поэтому мы не говорим только о нападающих хотя с них, естественно, спрос в первую очередь вот и игра в обороне ну, более-менее, да, да, более-менее но футбол тем и интересен что вот этот комплекс вот этот баланс вот этот баланс да, только он приносит результат к сожалению, у нас его на данном этапе в чемпионате нет будем работать будем гнуть свою линию да, еще раз говорю я верю в наших ребят я четко понимаю и осознаю вот эти слова в веру да, надеюсь, они тоже иногда, может быть, смотрят наши пресс-конференции и мои и Сергея Юрьевича и Дуровина да и все сделано для того чтобы они поняли что это веру надо с этой верой надо выходить оправдывать и и все будет нормально вот моменты есть это уже хорошо реализация но это тоже рабочие моменты валить там перекладывать ответственность за поражение на кого-то не в наших силах да но к сожалению к сожалению странно да что думаю что немножко немножко несправедливо в отношении к нам но это все около футбола то что касается футбола это работа работа еще раз работа вот как это не парадоксально в прошлый сезон у нас фактически не было удалений в этом сезоне там 7 туров и уже 3 красных карточки одна другой интереснее как бы на тему дисциплины с ребятами удается поговорить обратить внимание что не допускать таких глупых моментов как сегодня буквально за минуту удаления ну опять же в оправдании ребят или в оправдании там да мы можем какие-то вещи приводить но суть такая что немножко и правила-то меняются да и мы постоянно разговариваем мы вот сегодня с инспектором разговаривали и с судейским корпусом разговариваем на тему например да что такое подкат игра в мяч и желтая карточка либо там да вторая желтая карточка да ну вот и как говорится да сейчас есть рекомендации уэфа что игра в мяч это не обязательно показатель того что это чистая игра да там учитывается и вторая нога да и аккуратно не аккуратно но я бы так сказал что наше удаление наши желтые карточки они не от дисциплины не от дисциплины они не грубые предвзятые игре они именно от желания бороться и вот на моем насколько я помню да и слудский поднимал этот вопрос в премьер лиге да если мы будем давать эти желтые карточки на каждом шагу то ну это не футбол да давайте тогда ну за каждое давайте баскетбол устроим да что нельзя касаться ничем да вот поэтому думаю что наказания должны быть адекватные нарушению да если это неаккуратность да но она не должна вести к потере игрока на на тайм да на полтора как тайма как сегодня да поэтому я бы к ребятам в принципе претензий не предъявлял я бы сказал о том что надо адекватно эти моменты воспринимать да и вот почему-то слудского услышали рефери да и дают больше борьбы больше возможностей бороться да у нас ну нас удаляет уже вторая карточка красная да удаление именно за там вторую ногу где-то она там докатилась до чужой ноги да то ли сам нападающий добежал до этой ноги да то есть да игра в мяч да неаккуратная но наверное это все-таки пограничные такие моменты да если это грубость если это жестокость там я бы понимаю я понимаю красная карточка она обязательно должна быть да а если это там ну по крайней мере надо предупредить человека сказать что слушай да следующее нарушение будет желтая карточка да а не так да 13-ая минута желтая 15-ая красная я считаю что это неадекватное наказание вот и оно ломает всю игру да и ну давайте тогда баскетбол ну следующая следующая установка на матч должна быть такая да ребят баскетбол не приближаемся друг к другу к сопернику там ближе чем на полметра наверное так я считаю что это неправильно да соперник толкает штрафной но мы оказывается это можно играть да вторая нога там куда-то докатилась то же самое и с КамАЗом поэтому ну есть моменты задуматься вот но ни в коем случае это не недисциплина не вижу недисциплинированности отношений к нашей команды не вижу грубости не вижу есть только нормальная мужская борьба да и не более буквально два дня до закрытия трансферного окна появился вот Георгий Каджаев могут ли быть еще новички в нашей команде нет мы закрыты в этом плане да и поэтому я вот и говорю что мы верим наших ребят и продолжим работу в этом направлении да я я вижу что команда адекватно воспринимает требования тренерского штаба я вижу что команда играет и я думаю что болельщики вряд ли мне что-то могут сказать да я вижу что мы играем лучше мы играем лучше результат да будем довольствоваться пока кубковыми там какими-то ну так скажем в кавычках успехами ну да пока так чемпионат ничего не остается как каждая игра следующая как последняя как важная вот и это спорт это нормальные вещи да плохо тот спортсмен который не умеет подниматься после неудач большие они малые там чемпионат кубок да но мы спортсмены и поэтому только так хорошо ждем побед всего доброго спасибо